Тех, кто будет обслуживать гостей и участников Мундиали, сегодня пригласили на специальное совещание. Вопрос на повестке дня один. Все, кто приезжает на курорт, должны оставаться довольными к качественному обслуживанию в сочинском общепитии и объектах торговли. Мы долго этого ждали. По сути дела, нам не привыкать. Это летний курортный сезон. Мы город, который постоянно встречает больших гостей. Поэтому хотелось бы, чтобы мы показали себя одним из лучших 11 городов, которые принимают чемпионат. Одномоментно только на одну футбольную игру попадут сразу 46 тысяч человек. Но Сочи не первый раз принимает большое количество, в том числе и иностранных гостей. Поэтому в штате торговых точек и предприятиях общественного питания сотрудники, которые легко могут обслужить на иностранном языке. К чемпионату мира мы готовимся давно уже. Поэтому у нас есть англоговорящие сотрудники, официанты, кассиры. А те, кто плохо знает, тех обучаем хотя бы каким-то минимальным стандартным словам. Речь на совещании шла не только о качестве обслуживания клиентов, но и об измененном графике работы. Например, завозить товар придется в ночное время, поскольку днем многие улицы Сочи будут просто перекрыты. Говорили, конечно же, и о соблюдении всех мер безопасности. Магазины, кафе, рестораны должны находиться под охраной, быть оснащены видеокамерами и системой пожарной сигнализации. Сегодня представитель МЧС в подробностях объяснил представителям предприятий шаг за шагом, что нужно делать, если сработала система пожарной сигнализации. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.